Друзья, добрый день, я Андрей Артёмов. Ехал мимо и не мог ни проехать, ни показать вам объект от легенду. Московский 65. Застройщик, согласно проектной декларации, должен был его сдать во втором квартале 2022 года, а ключи передать до 30.06.2022 года. Сегодня 30 ноября, последний день осени, а дом так и не введён в эксплуатацию. И ключи до сих пор не переданы жителям. Как можно обратить своё внимание, внутри всё ещё закрыто сеткой. Идут фасадные работы, и ещё непонятно, что же там наделал внутри застройщик. Есть ли отделка и коммуникации, либо их нет. Ну и знаете, как-то вот я смотрю на фасад здания за вот этим первым этажом, где должны быть на входе львы. Понятно, их возможно поставить чуть позже. Но как-то не сказать так, чтобы я был впечатлён. Помню, когда снимал обзор про московские 65 от легенды. Вот здесь проходил, всё было зелёное, красивое. А вот на канал, московский проспект, станция метро под боком. Ну, сейчас пройдём, посмотрим с вами на качество объекта. И что в итоге построит и сдаст застройщик. Офис продаж застройщика, где мы приобретали квартиры. Вот на это место я поднимался для того, чтобы посмотреть, а что же здесь внутри. Класска на рефективности B. Временные двери. Окна закрыты фанерой. А вот он и фасад. Криво, косо. Обратите внимание, какая волна. Капец. Смотрите. На рендерах вроде такого не должно было быть. Вот тебе и московский 65. Станция метро Фрундинская. И жилой комплекс премиум класса московский 65. Всё затянуто зелёной сеткой. И о сдаче пока не идёт, к сожалению, речь. То есть уже, получается, прошляпили сдачу на целых, друзья, два квартала. А вот и двор, друзья. Тут, как говорится, шаром покатим. Что стоим, отдыхаем. Сдачу-то и так прошляпили на два квартала. О, здесь поутеплитель это тоже, друзья, такая же технология от застройщика. Обратите внимание, как всё сделано качественно. Да, и отсюда обратите внимание, что видно, что работы ещё достаточно большое количество впереди. Я полагаю, год им ещё возводить и сдавать этот дом. Среди связок в горле комом теснится крик. И настала пора, но ты не сдал свой дом. Запах просто шикарный. Такое ощущение, что они канализацию перекачивают с одного колодца в другой. Тук-тук, кто в теремочке живёт. Да, и самое интересное, обратите внимание, что всё открыто. Сюда может попасть кошечка, собачка и воробушек. Здесь мы с вами можем видеть качество от застройщика. Легенда. Обратите внимание на утеплитель, как он плотно, без щелей примыкает друг к другу. Слой утеплителя ровный, нигде ничего не повреждено. Это легенда, это качество. Набережная обводного канала. Вот там находится московский. Вот здание, которое реставрирует легенда. Обращаю ваше внимание. Обратите, друзья, внимание, чёрная полоска – это гидроизоляция. Тарарам! Ну, а здесь, видите, гидроизоляции просто нет. Но вы сами понимаете, когда в отмостку будет попадать влага, то кирпич и самокладка будут разрушаться. Ну, и вот такое, конечно, место, где просто засыпали песком и щебнем, я считаю, не может называться качественной реставрацией здания. Ну, и, конечно, сделаем достаточно всё кривенько. Могли бы сделать намного ровнее. А здесь мы видим бетон, утеплитель, вензазор и керамический кирпич. Когда я смотрю вот на это, то понимаю, что им ещё строить год. Задержка будет колоссальная этого премиального объекта. А сколько было надуваний и щёк вокруг этого комплекса. Здесь, кстати, друзья, квартиры проданы все. Возможно, приобрести квартиру лишь на вторичном рынке. Вот так называемых перекупов. Ну, вот прямо в центре кадра, за лесами, мы видим утеплитель, который, возможно, приклеен к фасаду, закреплён грибками. Вот видите, белый грибок, а правее левый. И обратите внимание на стык. Как здорово они состыковали. Здесь не будет никогда мостиков холодно, и у вас всегда будет в квартирах тепло. Качество от застройщика. Ну, строят же за деньги, не для себя, а для вас с нами. А вот здесь, обратите внимание, друзья, у них что-то пошло не так. И, взяв в руки отбойный молоток, что запрещено законом, они убирают лишний бетон. Место у комплекса, конечно, друзья, классное. Вы можете сказать, написать мне о том, что коронавирус, СВО, проблемы с поставками оборудования. Но, друзья, застройщик не первый день. И он несёт всю полноту и ответственность за свои действия. Он взял обязательства перед вами в соответствии с договором и должен выполнить эти обязательства. Но, так как, соответственно, есть мораторий, и они могут спокойно задерживать все дома на целый год, и им за это ничего не будет, поэтому они будут пользоваться своим правом, а страдать и ждать будете вы. А наши государства будут всячески поддерживать застройщиков, потому что застройщик – это огромный массив денежного потока, с которого платятся налоги. И чем дороже стоит квадратный метр, тем больше платится налогов в казну. А государству, друзья, это выгодно. Поэтому застройщикам, застройщиков будут поддерживать. Но ближайшие лет пять – это точно. Ну, конечно, такого я не ожидал от легенды. Во-первых, задержка сроков, несвоевременная выдача ключей, и такое может быть с каждым застройщиком. И еще, знаете, какой для меня немаловажный момент? Очень бы хотелось посмотреть, что уже они там натворили внутри. Потому что они могут сказать, что из-за того, что ввели на страну кучу санкций, из-за этого задержки с поставками материалов, или их просто нет, они бегают, там прыгают, ищут аналоги, которых, скорее всего, нет. То что уже говорить про обещанную шумоизоляцию, про отделку моторпов и всего-всего остального. Когда происходит задержка, это значит, качество может пострадать, и премиальный объект превратится далеко не в премиальный. И все, что обещалось, выполнится, к сожалению, не 100%. Нам, конечно, остается с вами только ждать и надеяться на качество от застройщика. Но, видя фасады, качество укладки, у меня, к сожалению, большие сомнения в этом. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok